70 лет своего служения первый кардинал за всю историю католицизма в нашей стране Казимир Свентык отметил юбилейным богослужением в Пинском кафедральном соборе. Когда-то он мне рассказывал, что когда уже вышел из заключения, из лакерей, приехал сюда, пришел, воскресенье было, вошел в храм, сюда в кафедральный собор, люди молились, но меси не было, священника не было. Он человек такой, как из лакеря, пришел к алтару и сказал, я священник. Понятно, какова радость людей была, но и его тоже радость, что он в нормальном условии, в конце концов, может совершить эту месу. Выпускник Барановической гимназии в далеком 1933 году и не думал всецело посвятить себя служению Богу. Он мечтал о другом, как станет студентом факультета филологии Виленского университета. Не священное писание увлекало юного Казимира, а классическая литература. В каноническом праве, когда епископ имеет 75 лет, он пишет просьбу папу римскому, чтобы благодарить, что уже такой возраст, и он выводит на пенсию. И папа тогда уже пишет письмо, да, благодарю вам за службу, и вы уже идете в такой, в чин покоя, в таком, да, на пенсию. Но здесь к нему это не относится, он, имея 77 лет, стал епископом. После окончания гимназии, отправившись всем классом на реколекцию в Пинск, организованную местным отцом-префектом, судьба Казимира распорядилась иначе, чем ожидал юноша. Выйдя из Пинского кафедрального собора, он был уверен, что станет священником. Я узнал его, когда был еще молодым священником, он, конечно, почтенный, первый раз я приехал в Пинск, ровно 20 лет назад, в тот же день, как сегодня, 20 лет назад, он праздновал 50-летие, конечно, я такими глазами смотрел там, но это все узнал. Отучившись после гимназии в Пинской высшей духовной семинарии 8 апреля 1939 года, в этом же Пинском кафедральном соборе диакон Казимир принял из рук местного епископа сан священника. Я хотел сильно, чтобы насчет кардинал, любил это богослужение и хиротонию мою, потому что, как вы слышали, он с фундаментов восстановил этот костел, а мы заявляемся в маленькие каменки, продолжаем службу костела в Беларуси. И если бы он знал, что ждет его впереди. Два месяца, проведенные в камере смертников в Брестской тюрьме, откуда каждую ночь людей выводили на расстрел. И на допросах с приставленным к виску дулом пистолета, и в пересыльном лагере в Орше, где среди заключенных бушевала кровавая дизентерия, лежа на бетонном полу, еле живой, молодой священник не переставал молиться. Который проверял его личное дело, документацию, но говорит, как же это выдержали, как это все можно? Он говорит, сразу сказал, не сомневаясь, что это только вера, вера в Бога. Тюрьмы, сталинские лагеря специального режима, Сибирская тайга, Северная тундра не смогли сломать веру. И даже там отец Казимир умудрялся тайком проводить службы с верующими. Конечно, в нем мы видим и тоже свидетеля веры, видим того человека, который, наверное, свою жизнью повторил слова святого апостола Павла, «Живо уже не я, живет во мне Иисус Христос». Мне кажется, что это только помогло ему выдержать все эти испытания. И так до лета 1954 года. А дальше нужно было поднимать из руин не только разрушенные и разворованные святыни, но и святыни человеческих душ. Также разрушенные и искалеченные не только атеизмом, но и другими измами. Благодаря духовной силе нашего пастыря, моих двое детей, старшая дочка стала монахиней, а сын пошел учиться на священника. И после всего вернувшись домой, преодолевая те трудности, которые несла в себе власть Советов, своей жизнью его эминенция кардинал, председатель конференции католических епископов Белоруссии, первый архиепископ Минско-Могилевский, апостольский администратор Пинской диоцезии, ярко проиллюстрировал своей жизнью судьбу всего католического костела на Белоруссии на протяжении 70 лет. 70 лет как священник. Мы думаем, 70 лет дождаться в жизни – это уже много. Наш кардинал – это человек, в этом заключается все. Он настоящий хороший человек. Карина Калинкин, Александр Калинкин, ТРК, Ангел ТВ.